что до вечера хватает но с трудом оба телефона при активном использовании назову пять минусов samsung дичь какая-то происходит он очень сильно падает частота процессора очень сильно проседает телефон ребят всем привет меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл эти коробки просто для фона мы не будем говорить о телефонах которые стоят рядом а поговорим мы galaxy s21 и galaxy s10 особо отмечу это именно 10 именно 21 без приставки плюс ну или как в двадцать первым без приставки ультра самые простые версии флагманов ну простыми их назвать сложно если только совсем попридираться в том что galaxy s21 именно обычная модель вышла с пластиковой крышкой но меня это совершенно не напрягает я пользуюсь им сам и в этом обзоре я вообще расскажу ребят вот очень интересно два поколения назад ведь даже galaxy s10 потом galaxy s20 и потом galaxy s21 какая между ними разница в этом обзоре мы с вами и разберемся и конечно начнем с внешнего вида и тестов по производительности потому что как ни странно я был просто в шоке от того что вот я пользуюсь уже более месяца galaxy s21 у меня готовится обзор о всех его минусах я обязательно это расскажу чуть позже назову пять минусов samsung и конкретно galaxy s21 ребята короткая рекламная интеграция которая возможно вам очень сильно поможет господи не банки ничего такого есть такая компания вандершер она с 2003 года существует в китае компания занимается восстановлением данных и не только бывает так что мы что-то удалили с windows либо с мака очистили корзину и вроде как файлы эти восстановить нельзя тем более если у вас резервное восстановление не настроено либо это с носителя с флешки например может быть что-то удалено и нужно вернуть попробуйте компания не гарантирует прям на сто процентов но говорит о том что результат восстановления один из самых высоких на рынке конечно это не бесплатно это стоит денег но я уже несколько лет назад делал интеграцию на эту компанию я ее знаю я сам пользовался пробовал установить у меня получилось установить данные которые я удалил поэтому если у вас есть потребность что-то восстановить с носителя с жесткого диска вариантов очень много поддержив форматов огромное количество попробуйте да это не бесплатно но возможно это стоит того если у вас получилось обязательно пишите под этим видео спасибо за внимание а мы продолжим разбираться с двумя самсунгами ссылка на программу под видео но к примеру вот это было один единственный раз я ничего с ним не делал по моему сыграла музыка по bluetooth наушникам и он реально начал сильно тупить один единственный раз может быть китуб на обновления были но я получил это мы сейчас подтверждение это нужно было делать давно я запустил троттлинг тест и ребята здесь вот по пяти нанометровому техпроцессу соответственно из десятой по восьми нанометровому здесь 9820 exynos соответственно не snapdragon обе версии на exynos а здесь exynos 2100 ребят но но конечно дичь какая-то происходит он очень сильно падает частота процессора очень сильно проседает телефон в обычном использовании этого не заметно кроме того раза что рассказывал когда телефон начал тормозить в основном он работает ну как и должен хороший дорогой телефон работать без проблем быстро четко это мой телефон у меня два основных телефона я об этом постоянно говорю то есть я с ним каждый день и проблем нет кроме вот этого одного раза в игра опять же у меня время особо нет но те же катки по мобайл я не замечал что как-то проседает все тормозит нормально все но троттлинг тест опять же показал блин проседает и очень сильно к сожалению а на 9820 на exynos нормально тянет и тянет но нагрев во время теста он длится 15 минут galaxy s21 он нагрелся только в верхней части не очень сильно зато galaxy s10 нагрелся как проклятый извините он весь был горячий вот здесь вот весь практически он не обжигал пальцы но нагрелся сильно ну и остыл опять же быстро но это касается экстремальных нагрузок для этого тесты и существуют в остальном если мы все-таки говорим о внешнем виде то конечно на момент выхода здесь самые новейшие защитные стекла горилла глаз отличаются телефоны конечно не сказать что сильно основное отличие конечно это то что у galaxy s10 экран водопадом а в 21 уже такого нет это обычный экран опять же мне и то и то решение нравится честно говоря ложных нажатий особо нет я прекрасно знаю самсунге пользовался самый не буду перечислять но многими сейчас вот пользуюсь это не мешает но это красиво и прикольно мне нравится и если честно на 21 я бы наверное такую возможность предпочел лишился 21 разъема для наушников 3,5 миллиметра лишился слота под карту памяти в соответственно десятке есть и разъем для наушников и можно вместо второй симки карту памяти поставить если вам это конечно важно зато на тот момент еще в десятке было только 60 герц обновления а здесь уже честные 120 зарядка опять же десятка это 10 ватт на galaxy s21 25 ватт на и то есть разница все-таки между ними конечно же есть но есть и беспроводная зарядка есть и обратная зарядка можно заряжать наушники либо другие устройства поднеся его к спинке и активировав этот режим все это есть в обоих телефонах и они конечно отличаются внешне мне 21 безусловно нравится больше но мало кто будет покупать телефон по дизайну безусловно экран стал 21 ярче это видно невооруженным глазом на камеру может быть так не передает это но конечно более яркий более сочный не знаю и в десятке отличный сочный дисплей но яркость выше в 21 конечно ребята что еще кнопка биксби она мне мешала она в 21 исчезла и слава богу в десятке она еще есть и вот по внешнему виду с одной стороны они сопоставимы по диагоналям экрана даже но вот с обратной стороны 21 поинтересно в остальном какие отличия еще я проверил звук если по экрану тут вопросов однозначно нет несмотря на то что разрешение намного выше в galaxy s10 1440 на 3000 пикселей еще 40 то в обычной galaxy s20 обычная full hd плюс 1920 на 2400 на самом деле это не дает какого-то просто картинки просто точек больше на экране честно говоря при сопоставим опять же диагонали при сопоставимой экрана сканер отпечатков встроенный в оба смартфона пальцем разблокировать можно оба телефона прямо в экране динамики вот тут однозначно 21 поинтересней просто тупо запас по громкости больше чем galaxy s10 и конечно это важно если вы к примеру вам нужно что-то посмотреть со звуком наушников нет включаете смотрите на улице оживленный безусловно на 21 несколько громче с другой стороны десятка у меня уже несколько дней я активно ей также тестирую пользуюсь я не могу сказать что как-то очень сильно прям мне громкости не хватает но безусловно в 21 громкость выше батарейка вот тут очень все странно 34 3400 в десятке и 4000 в 21 ребят но живут они приблизительно одинаковые я бы сказал то есть что до вечера хватает но с трудом оба телефона при активном использовании вот и думай как хочешь вроде емкость выросла и выросла так прилично там процентов на 18 на вскидку ну на 15 насколько там но разницы особой нет как бы совершенно не ощущаю что galaxy s21 живет явно дольше что еще важно на самом деле я осознаю и понимаю что десятку уже все уходит там буквально 12 магазинов продают и если посмотреть цены текущие на данный момент она продается и продается дорого скоро уже ее не будет обзор снимается в мае 2021 года уже galaxy s20 уже постепенно тоже уходит galaxy s21 сейчас вот двадцать первом году новый телефон но если у вас есть выбор ключевое то что про камеру сейчас еще расскажу если у вас есть выбор купить ли 21 или десятку понятно что лучше взять 21 но все-таки знаете я не скажу что он сильно ему уступает несмотря на то что между ними два поколения да безусловно частота обновления экрана 60 герц 120 герц да безусловно экран ярче звук лучше процессор по бумаге вот по характеристикам лучше но ребят но при нагрузках экстремальных 9820 ведет себя лучше как ни странно вот опять же для меня это было неким таким откровением и напоследок все таки камеры конечно камера еще отличается тем что galaxy s21 умеет писать на широкоугольную камеру в 4к и 60 fps а десятка этого не умеет но само качество видео если мы говорим сначала видео я бы не сказал что прям десятка сильно очень уступает вы видите на экране примеры они подписаны я специально для вас снял кучу роликов смотрите и наверное сделаю паузу поставлю музыку посмотрите сами и для себя решите какой лучше одновременная запись full hd 60 fps одновременная запись full hd 60 fps одновременная запись 4к 30 fps одновременная запись 4к 30 fps а что касается фотографий опять же как ни странно я не могу ну почему не странно все-таки телефон не такой древний 10 лет ему я тоже не могу сказать что galaxy s10 сильно проигрывает galaxy s21 единственное в чем безусловно 21 лучше это в ночной съемке и на основную на широкоугольную камеру и вообще по моему ощущениям мне кажется что 21 на широкоугольную снимает и днем лучше чем десятка но опять же отпишите посмотрите примеры фотографий они под видео в оригинале лежат и напишите какой вам нравится больше и есть такой классный режим на обоих телефонах это когда мы делаем портретный режим видео ребят вот тут самсунг большие красавчики я очень рад что в десятке он есть то есть мы снимаем режим замыливаем задний фон либо делаем его черно-белым это работает на обоих телефонах во всяких мелочах я не поленился и проверил мне например не нравится что в самсунге нет возможности google ленту делать свайпом вправо как это мы делаем на 21 здесь можно выбрать либо мы делаем самсунговскую ленту вот она рекомендация от самсунг free либо рекомендации google два десятка такой возможности нет здесь только рекомендации от самсунг у меня не честно говоря не нравится поэтому я этим не пользую а это для меня важно я привык уже и на пиксели своем и здесь делаешь свайп соответственно и читаешь новости очень удобно никакой приложение не нужно кнопки расположения ну уж не буду наверное упоминать что у самсунга упомяну у десятки они разбросаны здесь кнопка включения здесь кнопки громкости на 21 более органично все под большой палец правой руки знаете ребят вообще вообще достоин еще внимание и galaxy s10 но безусловно выбирая между ними тут очевидно лучше взять переплатите лучше взять именно 21 если вы не собираетесь его мучить тяжелыми играми хотите играть наберите тогда на 888 версию найдите на snapdragon там должно быть лучше по идее хотя он и на графнем присутствует но все-таки snapdragon обычно лучше и опять же возможно эту проблему решат потому что то что показывает тротлинг вот этот cpu тест это конечно жесть такого быть на флагмане не должно я когда делал обзор я даже этот тест не использовал я не думал что могут быть какие-то проблемы но вот и хорошо что я стал его использовать в общем-то ребят на этом тогда все напишите понравилось вам такое сравнение стоит ли мне находить и дальше флагманы двух трех а то и почему бы нет четырех летней давности и сравнивать что изменилось нравится то что мы делаем ставьте лайк подписывайтесь на канал всегда много интересного будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением давид счастливы друзья